Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем о самых ярких новостях прошедшей недели. И вот чем особенно запомнились последние дни. Трагедия на федеральной трассе. В Татарстане в автокатастрофе погибло шесть росомарцев. Не щадит никого. В Самарской области и соседних регионах бушевал ураган. Ликвидацией последствий занимается спецкомиссия. Работа на высоте. В Самаре впервые прошли учения пожарных на небоскребах. Кинель в Черном море. В честь города в Самарской области назвали пограничный катер. Самарский Леонардо да Винчи. 14-летний подросток попал в энциклопедию «Одаренные дети России». Установлены личности всех 14 погибших в автокатастрофе под Казани, сообщили в МВД Татарстана. После завершения экспертизы тела самарцев отправили на родину. Их похоронили в среду. Напомним, трагедия случилась в ночь на воскресенье. Автобус, ехавший из Самары в Ижевск, столкнулся с бензовозом в 9 километрах от Заинска. В ДТП погибли шесть и пострадали еще столько же жителей Самарской области. Хронологию событий восстановил наш корреспондент. В нескольких километрах до города Заинск в ночь субботы на воскресенье около часу ночи по московскому времени автобус «Неоплан» столкнулся с ехавшим в попутном направлении КамАЗом, который буксировал на жесткой сцепке грузовик «МАН». Автобус перевернулся и загорелся. Как видно на кадрах с места ЧП, салон выгорел полностью. От автобуса остался только каркас. По словам очевидцев, машина полыхала, словно крематорий. В ДТП погибли 14 человек, в том числе двое детей. Остальные пассажиры в больницах Республики Татарстан сейчас на ваших экранах списки людей, которые находятся в медучреждениях Набережных Челнов и Альметьевска. Пострадавшие своевременно были доставлены в высокотехнологические медицинские центры, в травмоцентры первого уровня. Им на сегодняшний день оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия. У всех пострадавших сочетанные травмы, ожоговые различные степени и травматический шок. По одной из версий водитель не справился с управлением при обгоне. В компании-перевозчики сообщили, что автобусом управлял очень опытный водитель и что машина находилась в хорошем техническом состоянии. Недавно проходила техосмотр. Автобус марки «Неоплан» был построен в 2008 году, осуществлял рейсы в Казань, Юшкар-Алу, Ижевск и другие города. Полная вместимость салона – 51 человек. Роковой особенностью строения автобуса стал его топливный бак, который располагается в правом переднем крыле машины. Само транспортное средство было зарегистрировано в Самаре, принадлежала фирме «Евразийская корпорация автовокзалов». Задержан генеральный директор компании-перевозчика, по заказу которого осуществлялся рейс «Самара-Ижевск». В главном офисе компании прошли обыски. Проверку компании проводит прокуратура Самарской области. При выявлении нарушений прокуратура примет меры реагирования. Кроме того, будет дана оценка деятельности должностных лиц. В зависимости от того, какие нарушения, это может быть административная ответственность или вопросы о приостановке самой деятельности предприятия. Сейчас еще рано говорить, но тем не менее. Будут проверяться в том числе и вопросы безопасности перевозки детей. Сейчас отрабатывается несколько версий случившегося, среди которых ослепление водителя автобусов армии встречной машины. А родственникам погибших впереди предстоит тяжелая процедура опознания. Закончить ее планируют завтра, 4 июля. Андрей Горгуленко, Алина Чемерис, Василий Холдашов. События. Электричество восстановили, поваленные деревья вывезли. В регионе в течение суток устраняли последствия стихии. Циклон, пришедший с Черного моря, добрался и до Самарской области. Дождь и шквалистый ветер. Скорость более 20 метров в секунду. Все это регион пережил за ночь со среды на четверг. Чего ждать дальше, знает Алина Чемерис. С самого утра аварийная бригада спиливает дерево, упавшее на провода в Ленинском районе Самары. Сильный ветер бушевал в городе всю ночь, не успокоился и с рассветом. С нескольких зданий сорвало крыши, выбило москитные сетки на окнах, повалило временное ограждение. Я просто вчера был за Волгой, и там, конечно, жутко. Прям резко по лесу, прям ужасно. То там, то всем деревья падают. В районе Кинапа, фитнес-клуба, там же сейчас идет ремонт, и отгорожено пространство, где идет ремонт, такими жестяными листами. Вот я наблюдал, как их прям выворачивал напрочь. Стихия буйствовала во всем регионе. К счастью, погибших и пострадавших нет. Скорость ветра достигала более 20 метров в секунду. Из-за упавших деревьев без электричества остались жители Новокубышевска, Сергиевского, Богатовского и Елховского районов. Всего на посту свыше десятка ремонтных бригад, около 20 единиц техники. Энергетики делают все, чтобы до конца дня восстановить электроснабжение во всем регионе. На чеку и сотрудники МЧС. По их данным, только в Самаре и Тольятти упало около сотни деревьев. Вреждены автомобили, ветром вырвало остановки. Циклон очень активный, который вышел с Черного моря через Нижнюю Волгу на Среднюю Волгу. Будут ветры немножко ослабевать. Мы на сегодняшнюю ночь, на предстоящую ночь, ожидаем еще немножко потише ветра. Но все равно остается порывистый ветер до 15-22 метров в секунду. Температурный режим, в общем-то, на ближайшие дни стабильный. Вечером, вернее, 9-15, а днем в пределах 18-25 градусов. Чтобы как можно быстрее справиться с последствиями стихии, в Самаре сформирована специальная комиссия. Представители муниципалитета и МЧС для оперативного решения проблем. Эксперты оценят ущерб, нанесенный стихией. Сегодня в максимальной степени эту работу проверить. В полном объеме проверить все адреса. И мне оперативно представить информацию по поводу ликвидации. Сколько убрано, сколько не убрано и в какие сроки это будет убрано. Это касается всех. Замы, слышите, и работы управляющих компаний. По словам синоптиков, самое страшное уже позади. Циклон отправился дальше. Циклон, который принес в Самару такую погоду, ушел в сторону Татарстана. И все же, по прогнозам синоптиков, как минимум ближайшие три дня в регионе будут господствовать дожди и ветры. Но уже завтра, хоть и ненадолго, из-за туч появится солнышко. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Из-за ураганов в Самаре отменяли рейсы всех теплоходов. В среду на вечернем рейсе из-под гор из-за сильного шторма волной выбило передние окна на теплоходе Москва. И произошло небольшое затопление. Видео очевидцев размещено на страничке пароходства в социальных сетях. Но там, где не пройдет теплоход, проплывет каноэ. Тольяттинец устроил заплыв на лодке по затопленной дороге под мостом через Ленинский проспект. В Тольятти разбушевавшаяся стихия оставила без электричества 73 дома и повалила около 30 деревьев. Кроме того, многие улицы города оказались затопленными, как и автобусы, передвигающиеся по ним. Один из очевидцев выложил в сеть видео, на котором снят Тольяттинский автобус «Амфибия». А жители Жигулевска сфотографировали торнадо. Более 250 сообщений о падении деревьев получали экстренные службы Сызрани, сообщают городские СМИ. Разрушены дома в селах Елховского, Сергиевского и Ставропольского районов. По данным МЧС, пострадавших нет. Ликвидировали последствия стихии более 200 человек. В соседней Ульяновской области вода на улицах затопила машины. За 12 часов выпало 86 миллиметров осадков. Лес рубят, щепки летят. На стадионе Самара-Арена начали красить металлоконструкции. Как сообщает региональная пресс-служба, от ветра краска может разлетаться в радиусе до 3 километров от стадиона. Так что пока там лучше не прогуливаться и машины вблизи стадиона не оставлять. Работы будут продолжаться до 1 сентября. Горит небоскреб, приехали свыше десятка спецмашин. Это легенда пожарно-тактических учений МЧС. Навыки тушения огня в зданиях повышенной этажности самарские спасатели отрабатывают впервые. Проведению учений не помешала даже капризная погода. Справились ли пожарные с задачей, знает Алина Чемерис. 89-й первый на прием. На месте вызова ликвидация, ликвидация, проливка. На 18-м этаже работают два ствола и три ствола работают на защиту. На 18-м и на 19-м, как поняли. Протянуть магистральные линии и развернуть оперативный штаб. По легенде, огонь вспыхнул в одной из квартир на 18-м этаже высотки. Система пожаротушения не сработала и пламя охватило более 80 квадратных метров территории. Сценарий самый сложный. Пожарным нельзя допустить задымление верхних этажей. Но все же готовыми нужно быть к любому развитию событий. Возможно, такие варианты, которые даже предусмотреть невозможно. Те же самые вентилированные фасады, распространение пожара по балконам вверх может очень спокойно пойти. Соответственно, задымляются выше лежащие этажи. То есть, очень опасно это именно эвакуация выше пожара. То есть, вот здесь очень много народу и требуется очень много личного состава, чтобы все это быстро успеть эвакуировать людей. Машины по очереди подъезжают к высотному зданию. Первая группа пожарных сразу отправляется наверх. Следующая подает воду для тушения. Алгоритм отточен до автоматизма. 11 единиц техники, свыше 60 человек. Именно столько понадобится людей и машин, чтобы в реальных условиях потушить пламя в 25-этажном здании. Пожарно-тактические учения на домах повышенной этажности, то есть высотой более 50 метров, в регионе проводятся впервые. Всего в Самарской области свыше сотни таких зданий. Чтобы быстро добраться до очага возгорания и спасти людей, у пожарных должна быть отменная физическая подготовка. Высокая этажность, лифтами пользоваться нельзя, все ногами, лестницами. Как правильно организовывать эвакуацию, как выводить людей из данных высоких зданий, все эти вопросы мы сегодня для себя отработали, уточнили. Сегодня работу пожарным существенно усложняет погода. Сильный ветер здесь наверху дует в одну сторону, а внизу уже в другую. При этом гораздо труднее тушить огонь. Также невозможно развернуть и внешнюю пожарную лестницу. Она просто не выдержит такого ветра. Работой пожарных руководство осталось довольно. С задачей сотрудники МЧС справились. Такие учения планируется провести по всему региону. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Кинель теперь будет бороздить просторы Черного моря. В честь города в Самарской области назвали противодиверсионный катер из Крыма. Торжественная церемония состоялась в Самарском порту. Как военный корабль попал к Волжским берегам и куда держит путь, узнала Марина Кравцова. В Самарском речном порту красавцы-черноморцы встречают торжественно. Такой гость у Волжских берегов редкость. Ему привычнее вода морская. Военный противодиверсионный корабль прибыл из города-героя Севастополя. Теперь катер Черноморского флота будет носить имя города в Поволжье – Кинель. Морякам название по душе. Очень краткое, хорошее название. Главное – хорошо звучит. В Севастополе есть еще один корабль такого же проекта. Название его «Юна армия из Крыма». Небольшой, 31 метр в длину, быстрый и красивый – основные задачи катера – охрана государственных границ страны, борьба с диверсионными силами противника и обеспечение действий боевых пловцов отряда специального назначения. Имя Кинель не случайно. Сотрудничество города и Крымской военно-морской базы началось в прошлом году. В частности, молодые люди из Кинеля могут отправиться служить в Севастополь на Черное море. Для призывников это большая честь. И в Крым отправляются лучшие. Уже шесть ребят у нас служат, проходят учебные части в городе Севастополь. И в дальнейшем мы тоже будем развивать такие ишевские связи, отправлять ребят для прохождения службы конкретно на Черноморском флоте. Есть возможность у призывников из Самарской области попасть и на катер Кинель, если останутся служить по контракту. Сотрудничество с базой в Крыму – это и шевская помощь, и патриотические акции. В прошлом году мы за счет спонсорских средств депутатский корпус, жители собрали средства и изготовили и установили на Крымской военно-морской базе бюст адмиралу Горшкову. Это основатель вообще флота, основателя ракетного флота, историческая личность. 29 лет, почти 30 лет был командующим флотом. Этот катер пополнил семью военных кораблей с самарскими именами. На вооружении Тихоокеанского флота России есть подводная лодка «Самара». В Балтийском флоте корабли «Жигулевск», «Сызрай» и «Татищев» в честь основателя Тольятти. Противодиверсионный катер П-424 совсем молодой. На воду он был спущен в 2014 году. Своё новое имя, звучное и лаконичное, Кинель, получил на Волге, в Самарском порту. Отсюда он отправится в Санкт-Петербург и до 30 июля станет участником главного военно-морского парада страны. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. Готовность 38%. В Самаре продолжается строительство Фрунденского моста. Рабочие приступили ко второму этапу надвижки пролетного строения. Как ведутся работы, увидела Лариса Шалафаст. Это огромная металлическая конструкция, уже вторая часть пролетного строения Фрунденского моста. Сейчас в пролет смещена первая из 12 секций. Вторую рабочие двигают буквально по метру в час. Конструкцию весом больше 2000 тонн передвигают при помощи четырех огромных домкратов, мощностью свыше 400 тонн каждая. Хоть стройка и масштабная, работу выполняют ювелирную. Для скольжения многотонных конструкций используют специальные плиты. И здесь важна точность до миллиметра. Даже если маленькая ошибка того человека, который подкладывает карточки, это будет очень плачевно. То есть мы смотрим даже за правильностью подкладывания карточек всяких скользящих. Чтобы не было нигде всяких смазок, все там подобных, перекосов. Когда надвижку завершат, эта часть моста общей длиной 196,5 метров займет свое проектное положение между второй и четвертой опорами. Отличительная особенность второй секции – наличие 20-метровой треугольной металлической конструкции. В этом этапе участвует сборка пилона высотой 20 метров и четырех шпрингельных конструкций. Поэтому здесь отличие от предыдущей, скажем, надвижки и последующих, то, что это собирается объемная конструкция. И все это вот сейчас двигается уже в пролет. Сейчас мост готов на 38%. Одновременно со сборкой пролетного строения ведутся работы в русле реки Самара. Строители завершили работы на пятой и шестой опорах. Продолжает устройство оставшихся третий и четвертый опор. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. За шесть месяцев работы перинатального центра больницы Середавина здесь родилось почти три тысячи детей. Из них 57 двоен. В пятницу домой провожали маму, родившую тройню. Такие события случаются не так часто. Возможно, 2017-й побьет этот рекорд. О большом семейном счастье расскажет Инесса Панченко. Многодетным отцом Артем Афанасьев становиться не планировал. Когда первая дочь подросла, решили с супругой, что нужен мальчик. Как загадали, так и вышло. Только в подарок сыну родились еще девочки-двойняшки. Прошло уже два месяца, а счастливый папа так и не опомнился от шока. Брал пока мальчика. Пока девчонок боюсь, они сейчас тогда маленькие очень будут. И переживаю, но освоюсь. А мальчик покрупнее? Мальчик покрупнее, самый большой сын. Малыши родились с маленьким весом. Последняя девочка меньше килограмма. Почти два месяца их выхоживали специалисты перинатального центра. Сначала в детской реанимации, затем в отделении патологии новорожденных. Возле кювет с детьми круглосуточно дежурили специалисты. Трое не появляются на свет не так уж часто. В прошлом году было всего два случая. Выписка Афанасьевых стала праздником для всего персонала. Выписать таких детей, а вес у них уже 2-3 килограмма, это труд огромного нашего коллектива. Это огромное число людей участвовали в этом процессе. Вот рядом со мной стоит заведующая отделением патологии новорожденных, которая узнает этих детей так же, как мама. Она знает, где Яна, где Лера и где Андрюша. Потому что каждый день она сталкивалась с ними и все-все-все про них знает. Руки медицинской сестры выполняют привычные движения. Таких бантов Светлана Горшкова завязала уже немало. Провожает детей домой каждый раз с радостью и грустью одновременно. Привыкаешь, прикипаешь к ним, как к своим. Очень тяжело распрощаться с ними. Но потом мамочки находят в соцсетях, присылают фотографии, пишут о дальнейшей судьбе, грозятся прийти в гости всей большой компании. Мама новорожденных с трудом сдерживает эмоции. Позади месяцы тревоги за малышей и бесконечная благодарность персоналу перинатального центра. Я понимаю, что все хорошо. Самый страшный позади. Теперь будем следить за детками, воспитывать, колить, лелеять. Пока медики прощались с семьей Афанасьевых, их коллеги принимали роды еще одной тройни. А за здоровьем Яны, Леры и Андрея врачи больницы Середавина будут пристально наблюдать еще в течение года. Инесса Панченко, Дмитрий Мешканцов, События. Он повторил сикстинскую Мадонну 8 лет. Позже взялся за Джоконду Леонардо да Винчи. Самарский школьник попал в международную энциклопедию «Одаренные дети России». Кроме рисования он играет на скрипке и занимается дзюдо. С талантливым ребенком и его семьей познакомилась Валерия Макарова. Это полотно 14-летний Норик Мусаян начал больше двух лет назад. Юный художник точно повторяет технику своего кумира Леонардо да Винчи. А она требует времени и усердия. Здесь нанесено более 30 слоев. Я эту картину очень пишу достаточно долго. И нанеся примерно 2-3 слоя, я оставляю ее высыхать на неделю. После чего начинаю то же самое работать. И воссоздается ее образ. Мальчик с удовольствием копирует полотна великих художников. Особенно итальянских эпохи Возрождения. Еще в 8 лет он нарисовал сикстинскую Мадонну Рафаэля. А началось все с портрета бабушки. Его в семье особенно любят и берегут. Рисунок уже побывал на многих выставках. Талант художника-самоучки родные заметили и поддержали. Больше 20 работ у него набралось. Я вот эти все его работы взяла. Отвезла в Министерство культуры Самарской области. Там посмотрели его работы. И без экзаменов в Министерство культуры Самарской области. Его зачислили как бы в первый класс сразу. Художественную школу Норик окончил с отличием. И сейчас в его коллекции почти 100 картин. Это не считая эскизов и черновиков. Он пишет много портретов. Есть даже портрет Путина и Шойгу. Занимает места на конкурсах. Провел 4 персональные выставки. Талантливый художник оказался успешным еще и в спорте и музыке. Если достать все награды мальчика за картины, дзюдо и игру на скрипке, они занимают всю комнату. И все же любимое занятие Норика – живопись. С ней он свяжет и будущую профессию. Хочет учиться на архитектора. Первый собственный проект уже готов. Здесь я спроектировал музей. Это полностью моя задумка. Здесь изображен музей двухэтажный, в котором я спираюсь в дальнейшем спроектировать, построить. В этом году достижения Норика Мусаяна отметили на уровне страны. Его имя занесли в энциклопедию «Одаренные дети России». Теперь он может поступить на бюджет в любой вуз Москвы. Валерия Макаров, Станислав Левин. События. В Самарском зоопарке снова пополнение. На прошлой неделе посетителям показали косулю Бэмби, лисят Ричарда и Пикселя. А в начале этой новых приматов – Бруно и Бусинку, которые наделали немало шума среди своих сородичей. С подробностями Юлия Черняева. Настоящая любовная драма развернулась в стенах зоопарка. Новый постоялец – гомодрил Бруно – очаровал сразу двух обитательниц зверинца – Клару и Яну. К нам приехал Бруно, гомодрил. Мужчина в самых простых этих сил. Ему семь лет. Клару, в общем, одобрила. Была безумно рада этой встрече. Мужчина он не промок. Соответственно, получилось так, что еще и соседка в него влюбилась по уши. Теперь у них война, так сказать, женская. Бруно – гомодрил со звездным прошлым. Долгое время выступал в цирке с известным дрессировщиком Геннадием Глазуновым. Серая кудрявая мантия – особая гордость примата, как и пушистые бакенбарды. Неудивительно, что такой красавец понравился не только самке бурового макака Яне из соседнего вольера, но и гостям зоопарка. Я думаю, что они похожи на людей тем, что они очень ловкие, как люди. Я думаю, что он сможет завести друга. Или подружку. Еще одна новая соседка пока скромничает, но потихоньку осваивается. Из пензенского зоопарка приехала игрунка обыкновенная. Ей всего несколько месяцев. Имя для обезьянки выбрали сами посетители – бусинка. Вес такой игрунки чуть больше 200 граммов. В зоопарке продолжается акция «Погладь меня». Каждый вторник и субботу можно будет погладить некоторых питомцев и сделать фото на память. Юлия Черняева, Сергей Баскин. События. Русская ярмарка в миниатюре. Мастер Ольга Баканова представила новую коллекцию эксклюзивных кукол. 13 русских народных персонажей присоединились к светским дамам и дворянской знати. В детской картинной галерее торжественно открыли ежегодную выставку. С новичками коллекции познакомилась Мариана Мирная. «Сорока, ворона и красный петух» – долгожданная премьера новой коллекции эксклюзивной куклы Ольги Бакановой показала удивительных персонажей. Сбитинщик, кукольник, скоморохи, цыганка и другие, которых легко представить себе на ярмарочной площади такого города, как Самара. Для меня кукла – это не существо, это скорее манекен для создания костюма. Я очень люблю работать над костюмом, создавать образ из костюма, а кукла для меня просто манекен. Правда, приходится иногда за счет движения, за счет линии, динамики создавать какой-то образ динамичный. Каждое лето в стенах особняка Клотта открывается традиционная выставка исторической костюмной куклы, созданной в мастерской художницы Ольги Бакановой. В нее вошло 13 кукол, созданных по мотивам русских народных праздников, обряды и обычаи которых дошли до наших дней с языческих времен. Каждая новая коллекция – это какой-то новый шаг. И то, что мы видим сейчас, вот этот размах русский такой, какой-то, ну, свобода какая-то, с этими всеми, как говорится, прибамбахами нашей русской, так сказать, широкой души, вот это все в этой коллекции, в новой коллекции есть. Кроме новичков, на выставке можно увидеть уже хорошо знакомых представителей русской дворянской знати, светские дамы первой половины XIX века в прогулочных и бальных нарядах, а также тканевые панно, которые будут особенно интересны тем, кто занимается декоративно-прикладным искусством. Экспозиция открыта для посетителей до 24 сентября. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Хороших вам выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА